Загед Дышеков, главный тренер спортивной школы Черноморца. Как вам сегодняшний матч? Мы в конце уже, когда отыгрались, пошли вперед и вот эту контратаку пропустили. Конечно, и после этого были моменты, но, тем не менее, нельзя играть один тайм, а второй там и надеяться, что в этом тайме вы сделаете результат. Поэтому мы дали хозяевам слишком большую фору, 45 минут. Поэтому сыграть лучше, конечно, мы могли, но у нас не получилось. Ваш футболист немного пожаловался на погоду. Насколько это повлияло? Ну, если на него одного, что ли. Обе команды в одинаковых условиях, поэтому здесь пусть на себя только жалуются. У вас очень активные болельщики, не отвлекает это молодых футболистов? Ну, когда они правильно болеют, тогда нет. А сегодня немножко неправильно они себя вели, поэтому сейчас будем делать выводы определенные. Что ж, удачи вашей команде. Спасибо, всего хорошего. Иван Высоцкий, футболист спортивной школы. Черноморца. Первый вопрос, как рука? Да, пойдет. Растяжение, скорее всего. Неудачно приземлился? Да. Касательно матча, как тебе сегодняшний матч? Поле очень тяжелое. Погода тоже не из лучших. Ну, так по комплектующему. Более-менее играли. В конце переходили инициативу, чуть-чуть не дожали. Не повезло. С чем, на твой взгляд, связана неудачная игра в первом тайме? Не могу ответить. Скорее всего, к полю не привыкли. Еще что-то. Соперник начал лжать, сильно прессинговать. Не были готовы к этому. Ну, что ж, в любом случае, пожелаем вашей команде удачи. А тебе здоровья. Станислав Схавребов, главный тренер команды Академии Алании. Как вам сегодняшний матч? Ну, как уже сказали и все видели, наверное, два разных тайма. Первый тайм, конечно, территориальное преимущество позволило поплатить в гол. Ну, а во втором тайме соперник проявился неплохо. Навязал такой единоборца, болну борьбы, принципиальности, что сломало нашу комбинационную игру. И, в принципе, где-то и привело к пропущенному мячу. Но затем, слава богу, ребята в таких непростых условиях, жары смогли перебороть себя, довести все-таки мяч, провести быструю атаку и забить победный гол. В принципе, мы считаем, что победа заслужена. Касательно условий, насколько это тяжело, и учитывая, что искусственное поле? Да, это достаточно сложный момент, но как раз это и надо, и пытаться развивать в юношах, в какой-то психологической надежности, при таких сбивающих факторах, как погода, особенно такая, она, да, очень сложная. И умение проявить себя в этот момент, или свои лучшие качества проявить, вот это как раз-таки нужно нам воспитывать, в наших ребятах. И последний вопрос. Как вам дается адаптация в работе с детьми? После взрослого футбола? Ну, все нормально, проблем никаких не испытываем, так что все хорошо. Это интересный вызов. Да, все хорошо. Ну что, еще удачи вам, с победой. Альвер Техов, футболист Академии Алании, с победой. Как тебе сегодняшний матч? Матч был хороший, много моментов было, которых можно забить, но первый гол забили, потом из-за ошибки пропустили гол. Ну и потом исправились опять. Ты сегодня отличился, ну там немного с помощью защитника, но все же какие были у тебя эмоции? Ну, хороший. Понимал, что это победный мяч? Да. Сегодня, насколько я понимаю, у вас была обратная замена, тебя выпустили после того, как другого игрока поменяли. Насколько это было неожиданно? Ну, не ожидал то, что сразу выпустят меня. Я думал, еще минут пять посижу и потом выпустят. Ну что ж, с победой вашей команде и удачи. Спасибо. Спасибо большое.